Эта waste от этого не уйдет. Это figuring out a way. Всем привет и если вы смотрите это видео то попали на мой канал с вами Dreifoir, добро пожаловать в видео по игре Bleach Braves Souls. Продолжается неделя эспады и сегодня у нас на обзор персонаж являющийся номером один в эспаде. Койотс Тарк. Персонаж имеет зеленый атрибут, фракция аронкара спада, киллер на аронкаров, высокая СП, линк на скорость отката приемов, персонажей дальнего боя. В Древесил имеется 7 скиллов. Спринтер увеличивает количество Сонидо, что позволяет быстрее передвигаться по локации с помощью рывков. Хавок увеличивает радиус приемов на 20%. Френди увеличивает количество ударов с приемов в 2 раза. Девастейшн увеличивает урон с ульты на 40%. Дебилитатор продлевает действие поджога на 2 секунды. Файер Дюрейшн дает персонажу иммунитет к поджогу. Брузер увеличивает урон с руки на 20%. Для этого персонажа идеальна сборка на скорость отката приемов и большое количество СП. В первом варианте этой сборки поставим шапку, пилюльку и стулы спады, которые повышают урон с сильных атак всех аронкаров и спады. Атаки с руки у Старка быстрые и сквозные, дальность хорошая. Первый прием наносит урон вперед на небольшую дистанцию. Второй прием очень хорошо пробивает врагов, нанося урон далеко вперед и немного в остальные стороны. Третий прием бьет на весь экран. Благодаря скиллу Хавок все скиллы имеют увеличенную дистанцию поражения. Особенно это хорошо заметно на третьем приеме, который наносит урон слегка за экраном. Все атаки персонажи хорошо выносят врагов, особенно мне нравится второй, который вносит большое количество урона и выстрелы дают отдачу во все стороны. Первый прием стреляет не так далеко, как у того же Красного Айзена, но все же играется хорошо. Каждый атак может наложить поджог, который поможет в убийстве врагов, нанося постепенно урон в течение 4 секунд. Ульта достаточно сильная, чтобы сильно повредить босса и накладывает 100% поджог, который также хорошо поможет справиться с ним. Во втором варианте используем Теншин Тай для более мощной ульты. Слегка падает урон с приемов, но это не мешает Старку уничтожать своих врагов так же быстро. Ульта у него, конечно, эпичная и теперь очень сильная. В остальном остается все так же хорошим персонажем. В третьем варианте повысим атаку персонажа, добавив аксессуары таблетки. Также можно еще добавить Теншин Тай, уже по вашему желанию. Урон с приемов еще понизился, но зато повысился с руки, и персонаж получил небольшой уклон в гибрида. Его атаки с руки хорошо лупят мобов, имеют дальнюю дистанцию и неплохой радиус, а также скорость. Приемы остались все еще мощными, персонаж снова на высоте. Продолжение следует... Итог таков. Старк отличный кастер среди зеленых киллеров по ранкарам. У него очень хорошие атаки с большим радиусом и присутствует полезный дебаф. Достойный высшего ранга персонаж. Пишите свое мнение про него в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь вам понравилось это видео, если это так, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следить по всем ссылкам в описании, жмите на колокольчик. И не забывайте, что ссылочка на плейлист с игрой и остальными геймплеями есть в подсказках и в описании этого видео. Следующий персонаж из спады будет Зейля Параграндс. С вами был Дрейк Фойер, это была игра Блич Брейв Соулс. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok